Первый родившийся человек, которым говорится по имени, это Каин. Каин, 4 глава, 1 стих. Второй человек, которым говорится по имени, это Авель. Перед нами первое поколение. Помните, что Адам и Ева сотворены, но не рождены. Каин и Авель — первые люди, названные по имени, которые рождены, которые родились. Вы помните, что они поклонялись Богу, но один правильно, другой неправильно. Вы помните, что жертву одного из них Бог принял, жертву другого Бог отверг. Из 3 стиха мы узнаем, что Каин занимался садом. Он принес Богу от плодов земли. Мы узнаем в 4 стихе, что Авель также принес от первородных стада своего. Он был пастухом. В 5 стихе мы узнаем, что Бог не принял жертву Каина, но принял жертву Авеля. Знаете, что интересно? Со временем, я думаю, вы сами в этом убедитесь. Очень часто проповедники, когда они комментируют Библию или пишут книги о Библии, оказываются не столь здравомыслящими, как профессиональные ученые-библеисты. Библеисты куда более осторожны, куда более аккуратны в своих выводах. Я проповедник, я не ученый. И все-таки скажу, что во многих проповедях и в книгах, написанных проповедниками, можно прочитать, будто Бог не принял жертву Каина, потому что Каин не принес кровь. Эта жертва не была через кровь. Мы знаем, что Бог принимает нас только через кровь, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И поскольку Авель принес жертву с пролитием крови, Бог принял жертву Авеля, но отверг жертву Каина, которая была без пролития крови. Если вы до сих пор такого утверждения не слышали, то с годами обязательно услышите или прочитаете. Проповедники об этом говорят и пишут. Но это проповедники. А библеисты как раз против такой интерпретации нас предупреждают. Может быть, эта интерпретация и верна, но вот Библия она не соответствует. Дело в том, что в законе Моисеевом были и жертвы без пролития крови, когда, в частности, зерна Богу приносились в жертву. Такая интерпретация четвертой главы — это интерпретация с большой натяжкой. В этой интерпретации мы рассматриваем четвертую главу бытия с точки зрения богословия Нового Завета. Когда мы говорим, что Каин не пролил крови, поэтому и Бог и не принял его жертву. Давайте задумаемся, как Каин мог пролить эту кровь? Он ведь был земледельцем, он не работал, не имел дела с животными. Но вот что очевидно. Каин знал, какой жертвы хочет Бог, и не принес такую жертву. Мы можем без сомнения знать, что, будь уверенными, что Бог четко объяснил обоим братьям, какая жертва приемлема. Младший брат последовал Божьим указаниям, старший пренебрег ими. Каин понимает, что Бог не принял его жертву, но при этом принял жертву брата, понимает и впадает в уныние. Это уныние написано у него на лице. И тут перед нами прямое служение Бога, прямое общение Бога с людьми первого поколения. Мы узнали уже, что наши прародители были изгнаны из Эдемского сада. Они уже не могли войти в Эдемский сад. Их дети не могли войти в Эдемский сад. И все же Бог не лишил их своего общения. Он продолжал общаться с ними напрямую. Они чувствовали Божие присутствие. Они могли разговаривать с Богом. Они слышали Божий голос. В этом поколении, по крайней мере, это было так. Потому что об этом говорит 4 глава книги Бытия. Господь закрыл им двери Эдемского сада, отрезал их от древа жизни, но не от своего общения. Смотрите, какое благословение. Смотрите, какая честь. И вот этой честью Каин пренебрег. Поразительная совершенно ситуация в 5 стихе. Человеческий гнев. Гнев впервые описан в Библии. Бог видел на лице Каина этот гнев. И Бог приходит к Каину на помощь. Бог задает ему вопрос. Почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Он как бы говорит, Слушай, у тебя есть второй шанс. У тебя есть еще возможности. Это не конец, это еще не все. Я не отверг тебя. Ты можешь поклоняться Мне. Но тебе нужно научиться поклонению. Такая возможность у тебя есть. Знаете, какая здесь вещь? Человек выбирает свои религиозные убеждения, во многом отталкиваясь от своей национальной принадлежности, от того, где мы родились. Дело в том, что нам сложно понять, как Бог может принять жертву представителя другой религии или с другой страны, но при этом не принимает нас. Как Бог может принять кого-то еще, но отвергнуть нас? Мы сами решаем, как нам поклоняться Богу. Но мы не имеем права на это. Мы не имеем права этого решать. Иудеи не имели права. Мы не имеем права. Бог сказал иудеям, как им поклоняться Богу. Некоторые приняли эти условия, другие отвергли. Сегодня большинство евреев эти условия отвергают. Но смотрите, какая вещь. И Каин, и Авель знали, какой жертвой хочет Бог. Один принимает, один отвергает. К отвергающему приходит Бог, чтобы ободрить его, чтобы сказать ему добрые слова, но также, чтобы предупредить его. Он говорит Каину, ты на пороге страшного греха. Осторожно. Ты сопротивляйся против этого греха, ты владычествуй над грехом. По большому счету, сам Бог проповедует Каину. Сам Бог учит Каина. У Каина есть все необходимое. Каин лично разговаривает с Богом. Бог Вселенной лично проповедует Каину, лично обращается к Каину, лично учит Каина. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Ты должен сопротивляться ему. Не слушает Каин Божий совет. Вместо этого убивает своего брата Авеля. Здесь важно очень многое понять. Здесь много важного. Во-первых, это трезвое размышление над результатами, последствиями греха. Мы можем сказать, что по благодати своей Бог не погубил, не убил Адама и Еву сразу же после их грехопадения. Бог имел на это полное право. Он имел полное право лишить Адама и Еву жизни. Но по благодати своей он этого не сделал. Он позволил им жить и жить долго. Однако, Божья благодать не значит, что грех теперь остается без последствий. Последствия греха велики и серьезны. спросите любого отца или мать. Спросите их, хотите ли увидеть, как на ваших глазах один из ваших детей убьет другого? Нет, я не хочу такого увидеть. Я лучше умру, чем такое увидеть, потому что я этого не перенесу. Вот Адам и Ева это увидели. Они жили достаточно долго, чтобы увидеть, как один из их первородных детей убивает другого. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com А как же Давид? Бог мог убить Давида, погубить Давида сразу же после греха Свирсавии или убийства Урии. Но по благодати Божией Давид продолжал жить. И на своем веку он увидел, как один из его сыновей изнасиловал его дочь. Потом один из его сыновей убил другого сына. Потом один из его сыновей пытался убить его самого. Вы хотите так долго жить? Я, например, не хочу. Да, Давид знал Божью благодать. Да, Адам и Ева знали Божью благодать. Но последствия греха серьезны и страшны. Мы даже не можем оценить все последствия любого нашего мятежа против Бога. И в нашей жизни, и в нашем поколении, но также и в жизни наших детей, в поколениях наших потомков. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова